Величина тоннеля проходческого комплекса впечатляет. Специалисты метростроя оценили протяженность сооружения в 88 метров. Здесь располагается все, что нужно для успешной проходки и прокладки тоннеля. В переднюю, головную часть конструкции навесят ротор. Подобие сверла для дрели проходит почву как по маслу. Под давлением лезвия ротора вытесняют грунт, который вывезут вагонетки при помощи небольших локомотивов. Затем будут возвращаться обратно в тоннель. В середине комплекса находится рубка управляющего. Отсюда и контролируется весь процесс бурения. Сборку комплекса планируют закончить к 15 апреля. После необходимых испытаний и проверок, а также регистрации объекта в Ростехнадзоре, будет дан старт на разработку грунта. Начальную точку обозначили. Кольцо диаметром 6 метров. В него и врежется щит. Ротор разрабатывает породу, разрушая ее. Далее разработанная порода попадает в камеру ротора, перемешивается и выдается шнековым конвейером на ленточный транспортер. Далее с ленточного транспортера порода попадает в вагонетки и башенным краном выдается на поверхность, в грунтоприемник. Там переворачиваются, опрокидываются и далее самосвалами вывозятся на полигон. Как отметили специалисты, грунт в зоне метростроя и дальше достаточно податлив, поэтому комплекс сможет выйти на проектную скорость 200-250 метров в месяц. И хотя установка может разгоняться до 500 метров, нужно учесть особенности при подходе к зонам влияния каждого из строений, находящихся на трассе проходки. Особенно это касается объектов культурного наследия. Работу комплекса обеспечит порядка 16 человек. Это машинист, проходчики и бригада по обслуживанию щита. Остальные специалисты будут находиться наверху над котлованом. Тем временем к доставке и установке тоннеля проходческого комплекса готовят и площадку на пересечении улиц Полевой и Новосадовой. Здесь специалисты заняты разработкой стартового котлована. Процесс такой же, как и в зоне строительства метро на Галаксионовской. Как только закончат с котлованом, начнется обустройство площадки для размещения комплекса. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.